Наши новости начинают работы в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Третья за неделю в Барнауле на Южном и улице Маяковского вновь устраняют последствия порыва теплосетей. Обучить ради обучения в крае начали готовить педагогов для работы с детьми-аутистами. Обновленные апартаменты Манеж, где тренируется Сергей Шубенков, отремонтируют раньше срока. В Барнауле очередная коммунальная авария. На этот раз теплосети порвались в поселке Южный. Как сообщает пресс-служба мэрии, порыв произошел возле дома по улице Чайковского, 37. В районе пяти вечера коммунальщики проводили земляные работы в поисках места порыва. Без отопления и горячей воды остались 8 многоквартирных жилых домов, детский сад и политехнический колледж. Несколько десятков жилых домов, как утверждают в мэрии, удалось подключить к другим источникам тепла. Но это не единственная коммунальная авария, которая случилась в краевой столице. В Барнауле сейчас устраняют повреждения тепловой сети на улице Маяковского. Здесь также работает ремонтная бригада БТСК. Завершить с работы обещают к восьми вечера. Без тепла остаются два многоквартирных дома, школа, два административных здания и окружающие частные дома. Напомним, это уже третья коммунальная авария за последнюю неделю. В минувшие выходные без тепла и горячей воды оставались жители более 60 многоквартирных и 200 частных домов в микрорайоне Верзы. Ну а тем временем в Змеиногорске начали подключать жилые дома к новой магистрали. Перевод зданий на другую теплотрассу заверили в Минстройтранс и завершится до выходных. Сейчас в городе находится замминистра строительства ЖКХ Край Андрей Голубцов. Он контролирует ход работ. Отметим, что это уже вторая попытка подключения жилых домов к новой модульной котельной. Первая оказалась неудачной, старые теплосети не выдержали. Коммунальная авария оставила сотни горожан без тепла больше, чем на сутки. А без воды и вовсе на несколько дней. На сегодняшний момент от контура котельной номер 4 к новым теплосетям переподключили два дома. Остальные здания обещают перевезти в ближайшие дни. Ну и добавим также, что этой осенью в Змеиногорске завершили строительство двух модульных котельных. На эти цели было выделено больше 200 миллионов рублей. Остановки и многие барнаульские тротуары превратились в каток. Горожане возмущены, лишний раз боятся выходить на улицу. Риск получить травму вырос. Наша съемочная группа отправилась в рейд, чтобы выяснить, какой район города самый скользкий. Подробности у Валентины Аскеровой. Как ни странно, самым скользким местом оказался центр города. Дорожники так хорошо чистят тротуары от снега, что хоть коньки надевают сплошной каток. Как видим, тротуар возле политехнического университета расчистен на славу, но совершенно не обработан смесью песка и соли. Отчего барнаульским студентам приходится не идти в усы, а катиться до него. И не только тротуары, но и остановки общественного транспорта покрыты коркой льда. Люди с двойной осторожностью входят и выходят из автобусов. Каждый шаг – риск. В любой момент можно поскользнуться и неудачно упасть. Это очень опасно. Проблема. Падаем, поднимаемся и дальше идем. Скользкая. Наледи кругом. Это же не сидеть дома. Приходится ходить как вот… Конечно. Профилактику на обувь ставим. Какую? Насечки делает мне муж на обувь. Помогают? Помогают. А противоскользящую профилактику ставить придется, видимо, всем горожанам. Специальные службы, как видим, с объемом работ не справляются. Правда, сами дорожники утверждают обратное. Заверяют, что все тротуары, дороги, перекрестки и остановки обрабатываются от наледи вовремя. Просыпано везде. Смесь должна сработать. У нее есть интервал срабатывания. Просто так просыпать и смести нельзя, потому что будет накат. Поэтому проходит интервал не менее двух-трех часов. Смотрим еще от института снегопада. И начинается режим прометания. После прометания опять просыпается проезжая часть. То есть тротуары, они все посыпаны, которые должны быть? Тротуары, где необходимо, просыпаем. Просыпается не песко-соляной, а смесью чистым песком. Специалисты также пояснили, что в этом году из-за обильных снегопадов в разы увеличился расход смеси песка и соли. Всего ее в запасе на этот зимний сезон 40 тысяч тонн. Но зима только началась, а 18 тысяч тонн уже высыпаны на дороге города. Так что хватит ли ее до конца сезона, неизвестно. В любом случае, горожанам не стоит полностью полагаться на дорожников. Необходимо быть предельно осторожным и помнить золотое правило. Если поскользнулись, старайтесь упасть на бок. В этом случае переломы вам не грозят, а делайтесь только ушибами. Политина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. Бывший депутат Краевого законодательного собрания Александр Мастинин досрочно освободился из колонии. Об этом нашим новостям сообщила адвокат экспарламентария Елена Фогель. Скандально известный депутат и бизнесмен освободился на полтора года раньше срока. Это произошло еще в октябре. Условно-досрочное освобождение стало возможным благодаря тому, что приняли новую схему зачета дней, проведенных в СИЗО. То есть в период нахождения в следственном изоляторе, то вступление приговора в силу был пересчитан с учетом один день до полтора дня по статье 72. И, соответственно, срок от этого наказания был пересчитан, по сути, увеличен. И стало возможным освобождение по УДО. Напомним, два года назад Александра Мастинина осудили на шесть лет. Будучи руководителем управляющей компании «Родной Барнаул», он в составе преступной группы похитил более 12 миллионов рублей – деньги жильцов за коммунальные услуги. Бывший депутат скрывался от следствия, когда был задержан в аэропорту Шереметьево, предъявил документы на имя Валерия Грача. Позже против него возбудили еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы. Сейчас разбирательства по этому поводу прекратили. Находясь в колонии, Мастинин неоднократно жаловался на условия содержания, а однажды даже сломал себе ногу в знак протеста против дисциплинарного взыскания. Ну и, кроме того, 41-летний экс-депутат писал в заключении стихи. Марамбийска готов стать дедушкой, который прославился на всю страну своим откровенным мнением о елочке Наукограда. Он признался, что готов работать на ответственном посту всего за 50 тысяч рублей. Об этом английский пенсионер рассказал в эфире радио «Говорит Москва». По его словам, он мужчин порядочный, работящий и, цитируем, башковитый. Прошел путь от рабочего завода до директора, имеет два высших образования, но последние три года не может устроиться на постоянную работу. Говорит, готов пойти на любую должность, в том числе и руководить городом за умеренную плату. Напомним, ролик с дедушкой, который емко выразил свое отношение насчет новогодней елочки, быстро набрал популярность в сети. На фоне украшения города к празднику пенсионер в трех словах объяснил свое бедственное положение. В частности, то, что ему нечего есть. Его позицию поддержали многие жители страны. Продолжим. К таким детям нужен особый подход. Их не берут в обычные школы, а чтобы брать начали, необходимо подготовить учителей. Теперь такая возможность появилась. Общественная организация «Ступени» выиграла грант и уже готова проводить консультации для педагогов края, в том числе выездные. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Здравствуйте. Привет. Да, ладно, давай я перезвоню. Садись, Вика, раздевайся. Это Вика. Таких людей, как она, называют «рассыпанный пазл», то есть аутист. Она не смотрит в глаза и практически всегда молчит. Ее ровесники учатся в седьмом классе. Вику никогда не брали в школу. Как и всех детей с аутизмом. В Барнауле их более тысячи. Это преподавательский состав, видя трудности в том, что у ребенка поведение иногда нестабильное. Иногда она очень эмоциональна. Никто возиться не хочет. Зачем кому-то нужны трудности? Закон об инклюзивном образовании был подписан в 2012 году. Но российские учителя до сих пор не владеют специальной подготовкой, чтобы учить особенных детей, рассказывает руководитель Центра для детей-аутистов Светлана Рахно. В барнаульских школах еще можно встретить детей с ДЦП, зрительными нарушениями, протезами. Паутичные же за партами не сидят. Считается, что они агрессивны и живут в своем далеком мире. Но как раз-таки общение с другими людьми может смягчить форму аутизма. Миф такой об аутистах, что они не хотят общаться и хотят жить в своем мире. Я вот скажу на примере 200 детей, которых я уже видела, да, Алтайского края. Нет ни одного, кто бы не хотел общаться. Сын Светланы тоже аутист. О проблеме воспитания таких детей женщина знает не понаслышке. В этом году она выиграла президентский грант на обучение педагогов, которые смогут преподавать аутистам. Лекции предназначены для обычных учителей и они бесплатны. С начала сентября Светлана и ее коллеги провели несколько вебинаров и выездных консультаций. Любой желающий может обратиться в организацию ступени, чтобы понять, как разговаривать неговорящего или скорректировать поведение аутиста. Им легче слышать короткие инструкции. Дай, садись, складывай. Тогда он лучше услышит взрослого или сверстника, чем когда мы скажем, Сашенька, сынок, возьми, пожалуйста, кружечку и поставь ее на стол. Планшеты и карточки вместо человеческого языка. Сейчас этим инструментом общения обучается около 80 учителей в крае. Может быть, именно им получится собрать тот самый рассыпанный пазл. Света, Света, смешно. Вот, уже без помощи. Дай пять. Ирина Корчагина, Николай Шелкон. Наши новости. В следующем году барнаульские дворы должны стать еще комфортнее. Жители краевой столицы подали около 70 заявок на их благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды на следующий год. Оказалось, что часть заявок от горожан совпала с планами чиновников. Предварительно в программу включат более 80 территорий. Около половины из них предполагают дополнительный список работ. Их на 40% софинансируют барнаульцы. Это значит, что помимо основных работ, асфальтирования проездов, установки освещения, урны, скамеек, мастера оборудуют парковки, детские площадки и сделают вводы отведения. Адреса будущих отремонтированных дворов планируют утвердить до конца года. Кстати, в уходящем году было благоустроено 65 придомовых территорий. Мы учли все ошибки прошлого года. Вы помните, что были и вопросы к подрядчику, и вопросы к сдаче дворовых территорий. В этом году работы закончены в срок. Естественно, там, где встречаются небольшие недоделки, они обычно связаны с тем, что, например, жители в каких-то моментах поменяли свое мнение. И если это укладывается в проектно-сметную документацию, то уже с наступлением весны эти недочеты будут устранены. Ну а пока о том, как преобразится Барнаул к Новому году. Октябрьскую площадь украсят новыми светодиодными конструкциями. Компьютерную программу для управления лампочками разработали в Техническом университете. Столица края продолжает готовиться к встрече Нового года. На главной праздничной площадке продолжается строительство городка. Искусственная ель готова наполовину в процессе создания ледяные ворота. Известно, что их возводят обычные строители, которые на время покинули свои объекты. Вместо кирпичей ледяные глыбы всего израсходуют более 500 кубометров. Ну это раствор, месить как бы воду со снегом и лед получается, чтобы замерзало лучше. Надежная будет конструкция? Конечно. Этой зимой новогодний городок впервые появится и на пешеходной улице Молотобольской. В центре Арбата тоже установят елку, будут ледяные и снежные фигуры. Пока же здесь повесили гирлянды и соорудили горку, которую, кстати, судя по лужам, не так давно залили. Напомним, открытие всех, в том числе и районных Бурнаульских елок, состоится 29 декабря. Манеж, в котором занимается знаменитый барьерист Сергей Шубенков, отремонтирует раньше срока. По графику объект должны были сдать в канун Нового года. Но, как обещает руководитель Алтайского училища Олимпийского резерва, открытие пройдет на несколько дней раньше. Покраска стен, доделать потолок, ну и уложить покрытие. Долгое время в здании протекала кровля, затем начала разрушаться одна из стен. В результате под угрозой срыва оказалась подготовка Шубенкова к Олимпиаде в Токио в 2020. Других точно таких же условий в крае просто не нашлось. Этот тир, в котором занимаются одновременно легкоатлеты и биатлонисты, был построен силами тренеров несколько десятков лет назад. За это время, опять же, сами тренеры занимались текущим ремонтом. В этом году потребовалась масштабная реконструкция, к которой подключились власти региона. В короткие сроки мастера буквально с нуля возвели проблемную стену, восстановили крышу, провели внутреннюю отделку. На эти цели было потрачено около 5 миллионов рублей, которые выделил глава региона. Очень благодарны губернатору Виктору Петровичу Томенко за участие, за выделение средств. Ну и практически это позволило сохранить вот это спортсооружение у нас в структуре училища Олимпийского резерва. Ну и в дальнейшем оно будет приносить, конечно, огромную пользу нашим спортсменам в Барнаульском училище и краю. Первыми обновленные апартаменты должны будут опробовать подопечные Сергея Клевцова, у которого как раз и занимается Сергей Шубенков. Но пока спортсмены вместе с тренером находятся на соревнованиях в Омске. Вернутся через 10 дней как раз к открытию. Внимание! Телеканал Наши Новости совместно со СПА-салоном Азия-СПА запускают новый розыгрыш. В качестве приза сертификат на посещение СПА-салона номиналом 2500 рублей. Розыгрыш проходит в Инстаграм и ВКонтакте. Все условия просты. Для участия необходимо подписаться на аккаунт наших новостей и СПА-салона Азия-СПА в Инстаграм, отметить двух друзей в комментариях под постом розыгрыша во ВКонтакте, вступить в группу Наши Новости и Азия-СПА, сделать репост розыгрыша и закрепить его себе на страницу до подведения итогов. Он состоится 19 декабря 2018 года. Победителей будет двое. Один в Инстаграм, другой в ВКонтакте. Вручение призов 20 декабря. Участвуйте. Сертификаты ждут вас. И в завершении выпуска о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. На большей части территории края снег. В Бийске до 7 мороза. В Рубцовске минус 10. В Белокурихе 11 ниже 0. В Барнауле снег, ветер юго-западный слабый. Ночью до 9 мороза, днем 4 со знаком минус. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи в эфире.